Тукаев пытается точно так же, как и Назарбаев, сохранить власть только в своих руках. Вы, Динара, когда последний раз влюблялись? Зачем они сожгли мой автомобиль? Скажите, пожалуйста. Вот вы можете рассказать о своих отношениях с Доригой Назарбаевым? Я надеюсь, что меня не убьют. Когда Тукаев позвал войска ЛДКБ, на меня это была равносильна оккупация. Те ли люди находятся у власти? Добрый день. С вами Дергачев Инсайт. Мы благодарим всех, кто присылает нам донаты. Благодаря вам мы можем быть независимы. Сегодня у нас в гостях независимый журналист Динара Эггелбаева. Здравствуйте, Динара. Здравствуйте, Вадим. Я Динара Эггелбаева. То есть вот это фирменное приветствие, собственно, уже все объясняет про вас. То есть не надо долго рассказывать, зачем, почему у вас уже сформированный бренд. Вот какой ценой вам этот бренд дался? Я не могу сказать, что я делала что-то специальное. Просто ежедневные выходы в эфир заставили, наверное, людей запомнить мое имя. Это знаете, как говорил один из моих учителей, если показывать каждый день, простите, заднюю часть лошади, она тоже станет популярной. Ну такое у вас сравнение, конечно. Ну то есть телевидение, телевидение, это же такая вещь, чем чаще ты там появляешься. А в то время, когда я начинала, кроме телевидения ничего не было. Так я-то говорю о бренде независимого журналиста, который... А, так бывает, случился. Я просто неправильно поняла. Ну цена довольно серьёзная. Речь идёт о моей безопасности. Я думаю даже о моей свободе. Речь идёт о моём здоровье, о моём имуществе и о безопасности моих родных. Я считаю, что это очень серьёзная цена. Другое дело, что когда я начинала, то, конечно же, я ни о чём об этом даже не подозревала и не помышляла. И я даже не заметила, как моя журналистская деятельность. Незаметно перетекла в правозащитную, а теперь уже и в политическую. То есть это всё происходит как-то само собой. Я ничего специально не делаю. Я делаю только то, что я чувствую. Если про чувства говорить и про то, как вы живёте и как вы воспринимаете жизнь. Вот сейчас совсем такой личный вопрос. Вы, Динара, когда последний раз влюблялись? Скажите, пожалуйста. Мне кажется, это было не очень давно, меньше года назад. Потрясающе. Так, очень интересно. И как вы со всем этим справляетесь? То есть насколько ваша жизнь гармонична? Справляясь с чем? С обилием способов проживания собственной жизни. То есть если ещё и влюблялись, вы меньше года назад. Ну, если говорить о влюблённости, то это же не значит, что она меня куда-то уносила. Я уже достаточно взрослый человек, чтобы уметь контролировать это всё. И плюс... Я даже не знаю, как это сказать. Скорее всего, я даже не сам бразила, что я влюбилась. Я просто начала испытывать симпатию к этому человеку. Ну, и я прекрасно понимала, что ничего из этого не выйдет. Поэтому я не держала, может быть, себя. Вернее, не держалась, а сдерживала в какой-то степени себя. Но поскольку этого человека я довольно часто встречала и лучше узнавала, и со временем я перестала испытывать какие-то симпатии. Но это не значит, что испортились отношения или... Влюблённость прошла, скажи. Или прошла влюблённость. Нет, она прошла. Риски. Понимание и оценка рисков. Насколько вы действительно их понимаете, осознаёте и управляете ими. Потому что такое чувство было, вот, да, начиная там с конца года и сейчас, что вас просто несёт на адреналине, и вы не совсем понимаете, насколько серьёзно вы рискуете. Вот осознание рисков того, что с вами происходит, и в какие вы ввязались большие игры, вот, оно есть сейчас у вас? Или всё-таки не до конца? С одной стороны, у меня, конечно же, нет полного понимания, поскольку это абсолютно новая территория для меня. И у меня, наверное, нет полного понимания рисков. Ну, то есть я надеюсь, что меня не убьют. Я понимаю, почему мне сжигают машину, почему меня пытаются запугать, почему нападают на моего сына, это я понимаю. Но убийство, наверное, будет непонятным не только для меня, но и вообще людям. За что? Что я сделала такого? За что меня можно убить? Хотя и этот же вопрос я могу задать, что я сделала противозаконного, или где я нарушила какие-то правила, которые в первую очередь, конечно же, связаны с законом. За что вы меня сожгли машину? Или напали на моего ребёнка с пистолетом? С другой стороны, я не участвую в больших играх. Я не веду расследование каких-то коррупционных дел. Не потому что мне это неинтересно. У меня просто сейчас есть основная тема. Это расследование подавления январских протестов. И я просто не могу, физически не могу, раздваиваться, расстраиваться и уходить в другую сторону. И именно Хантар стал в первую очередь причиной, по которой я решила идти в парламент, в Можелис, потому что эту тему я оставлять не собираюсь. Но оставаясь на уровне эфира в Инстаграме, я чётко поняла, что я эту проблему не решу. Нужно идти туда, где можно уже сильнее влиять. Вот ещё раз всё-таки, если к рискам. А ваш сын сейчас здесь? Да, он здесь. У вас не было желания его отправить отсюда после событий? Ну, послушайте, он взрослый человек уже достаточно. Ему 20 лет. В Казахстан он вернулся сознательно. То есть, когда он уезжал в 21-м году, он уезжал как бы навсегда. И, как я уже не раз говорила, я потом собиралась уехать вслед за ним. Но, прожив год в Европе, он решил вернуться. Уже началась война. И он сказал, что он чувствует сейчас себя казахом. Он хочет находиться в Казахстане. Он, конечно, очень сильно переживал, что здесь начнутся военные действия. Поэтому он хотел бы находиться рядом со своими родными. И вот, теперь он здесь. Он получил вероятность на жительство. Работает. Чему я очень рада. Конечно же, у нас есть план. И если, не дай бог, что-то случится, ему легче. У него паспорт, который позволяет ему просто взять билет и улететь в любую страну мира. Чем он занимается? Ну, как и многие сейчас, он занимается разными интересными вещами, связанными с IT. Хорошо. Спасибо. А украинская командировка ваша? Она, может быть, не так прозвучала в Казахстане, как хотелось бы. То есть не настолько. А может быть, прозвучало, может быть, у меня такое ощущение. Но вот, а что она вам дала, и что вы поняли, когда вы поехали в Украину, и когда вы оттуда вернулись? Я посчитала для себя должным поехать в Украину. Но, как вы помните, в августе в Киеве была ещё очень спокойная обстановка. И, в общем-то, там, кроме этих противотанковых ежей, блокпостов, ничего не напоминало о войне. А у вас в Инстаграме эти сирены были? Да, мы застали три сирены. Но, опять-таки, у меня там было такое ощущение, что я нахожусь в кино. Я думаю, что это срабатывала какая-то моя защитная реакция. Потому что поверить в реальность происходящего, в том, что ты находишься в стране, в которой идёт война, очень сложно было. Видя эти разрушения после ракетных ударов, встречаясь с этими людьми, которые месяц находились в оккупации, и разговаривая с ними, всё это было, знаете... Я не знаю, как это объяснить. С одной стороны, ты понимаешь, что это правда. Ну, то есть тебе никто не врёт. С другой стороны. Для меня это было вот чем-то сюрреалистичным. И у меня была задача снять по максимуму, показать и рассказать об этом. Потому что уже к тому времени я видела, сколько людей у нас заражено российской пропагандой. И к тому времени ещё никто из казахстанских журналистов ещё не был в Украине. Я открыто демонстрировала свою проукраинскую позицию с первого дня войны. И мне самой нужно было что-то сделать. Мне кажется, что даже лайк сейчас идёт в копилку для победы Украины. И к тому моменту я уже, знаете, может быть, ещё немножко подустала от освещения январских протестов. Это было очень тяжело. И когда мои украинские друзья предложили приехать, то я, естественно, воспользовалась этой возможностью. Вам не кажется, что это немножко странный способ отдыха? Менять контакт? Одну войну на другую? Нет. Но адреналин всё-таки, мне кажется, важная часть вашей жизни. Не знаю, я никогда об этом не думала. Ну и плюс, конечно, я не могу опять не вспомнить об интервью с Михаилом Подалеком. То есть попасть туда, на банковую, в офис президента Зеленского и встретиться с человеком, с политиком теперь уже мирового уровня, для меня это была, конечно же, большая удача. Но в то же время я увидела такую простоту в общении, которой у нас здесь даже близко нет. И как он запросто и с удовольствием общался с нами. И его кабинет, я показывала всё это у себя в Инстаграме, где был, как мне кажется, хаос. Но я понимаю, что это тот беспорядок, где он себя чувствует. Ну, не то чтобы комфортно, но человек здесь живёт. Я показывала несколько пар кроссовок, одежда дополнительная. И на столе стояла стопка из бумаг, из папок, книг, может быть, каких-то. И я спросила его помощника, что это. И Максим, так зовут помощника, и Филопа Далека, он ответил, что это подставка под айпад. А не лучше ли, неудобнее ли купить какую-то действительно подставку? И Максим, ну да, наверное, надо об этом подумать. То есть, понимаете, они не размениваются на неважные вещи. Через Украину. Вы что-то поняли про нас? Не только про нас, а про ситуацию в Казахстане. Да. Когда Тукаев позвал войска УДКБ, на меня это было равносильна оккупация. И это ощущение, оно у меня не проходило. Может быть, к тому моменту, когда я поехала в Украину, оно несколько ослабло, но после возвращения оно усилилось. Потому что всё, что было в Украине до 24 февраля, всё это существует у нас. А теперь уже в большей степени. То есть, вернувшись, я была уверена в том, что в Казахстане начнутся военные действия. Ну, может быть, в какой-то её части. Сейчас я понимаю, что нет. Этого, скорее всего, не произойдёт. Но то, что идёт мягкая оккупация России, не без согласия наших властей, для меня это абсолютно очевидно. История с поимкой организатора нападений или организаторов нападений на журналистов. То есть, и вот сейчас госпожа Ергалиева, госпожа Башкенова, они пошли смотреть на предложенного человека на этой роли, а вы и господин Борейко не пошли смотреть на него. У вас какой мотив был не участие в предложенном действии? Во-первых, я не хожу в полицию без адвоката. Мой адвокат в этот день был занят. Во-вторых, я уже писала тоже об этом. Я полагаю, что моими устами хотели дать именно ту информацию, которая им нужна. Им я имею в виду о курде. Ну и мне это следствие действительно уже начинает напоминать фарс, и я не хочу участвовать в оправдании этих нападений. То есть, мы как бы жертвы, и тут нам предлагают оправдать тех людей, которые это организовали. И еще я не верю. Я просто им не верю. Мне это предложение показалось более чем странным. Я задавала разные вопросы следователю, и он меня очень сильно уговаривал прийти. И чем сильнее он меня уговаривал, тем больше я убеждалась в том, что идти туда не надо. Я по-прежнему считаю, что заказчик на свободе, и этот молодой человек, которого задержали, он таковым не является. Ну да, и странная, если не сказать больше, попытка опять протянуть след к умершему к умершему много лет рахатолии, а вот и... Знаете, как я найду историю, смотрю, да? Вот Вадим Николаевич это прекрасно демонстрирует. Каждый раз преподносится какая-то новая версия. То есть, я считаю, что это методичка, это вот работа по методичке. Много-много разной абсурдной лжи. А там уже дальше разбирайтесь сами. То есть, как мне кажется, задача стоит не столько найти заказчика, а сколько вот, ну, каким-то образом уже выйти из этой ситуации. Но я не знаю, по какой причине, вернее, я докатываюсь, но я не буду её озвучивать. Вот точно так же, как они пытаются выйти из ситуации с Антаром, и ничего не получается, и каждый их шаг ещё больше их обвиняет в этом и утверждает, например, лично меня в их виновности, точно так же и здесь. Зачем они сожгли мой автомобиль? Скажите, пожалуйста, зачем они сожгли автомобили Романа Егорова, оператора Вадима Николаевича? Зачем? Зачем они запенили дверь и хотели поджечь квартиру Вадима Николаевича? Зачем? Они думали, они реально думали, что мы испугаемся и скажем, ребята, всё, концерт закончился? Нет. Более того, ну вот я считаю, лично мне они оказали огромную услугу. Да, я лишилась автомобиля, но сейчас я уже могу об этом спокойно говорить, потому что вы знаете, что благодаря донатам и помощи своих подписчиков многих разных людей теперь у меня опять снова есть машина. И они на самом деле они мне оказали огромную услугу. Мне кажется, обо мне просто узнали уже даже те, кто понятие имело о моём существовании. Расскажите тогда, какая машина и сколько вам на неё прислали денег? Нет. Это я не буду рассказывать. Зачем я буду давать информацию? То есть вы же понимаете, в данный момент я же не только с вами и со своей аудиторией разговариваю. Так а те люди давно всё знают. Ну, хорошо. Хорошо. Информационная война, она не сегодня началась против вас и не завтра закончится. То есть вы живёте в состоянии постоянной информационной войны. Один из её вбросов таких это был, ну, то есть, во-первых, что вы работали на Даригу Назарбаев и, более того, являетесь чуть ли не её близкой подругой. Вот вы можете рассказать о своих отношениях с Даригой Назарбаевым? Мне нечего вам рассказывать. Это манипуляция. Нужно понимать, что это чистой воды манипуляция. Вспросами этими занимаются, как я думаю, люди, которые когда-то работали на Назарбаева, теперь они переобулись, работают на Токаева, и им надо просто замарать всех. Их задача дискредитировать любым способом. У вас нет других версий, кроме версии Аккорды и Токаева, кто за этим стоит? Зачем? За бросами, за манипуляцией, за развязанной, скажем, войной против журналистов. Ну, знаете, я бы хотела, чтобы меня правильно понимали. произнося фамилию Токаева, я имею в виду всю систему, которую он сейчас пытается сохранить после Назарбаева. Я не думаю, конечно же, что он сидит и ночами придумывает, как побороться со мной. Конечно же, нет. Но я думаю, что есть указания. Я допускаю, что есть какое-то указание от него. Кто это организовывает? Я не знаю, но я допускаю в большой степени, что этим занимается администрация президента. Хорошо они это делают или плохо, это уже неважно, но тот ресурс, который используется не только против меня, он свидетельствует об огромных суммах. И такие суммы есть только в одном месте. Моя деятельность связана с расследованием Хантара. В этот момент у власти был Тукаев. Что там уж происходило в Акурде, я думаю, мы со временем узнаем. Но вот я, человек, живущий в этой стране, в этом городе, я видела указания только Тукаева. Как и молча. Как и все. Поэтому все вопросы по расследованию у меня к нему. Прошел год. Мы что-нибудь узнали? Нет, мы не узнали. Чем-нибудь этот год отличается от предыдущих 30 лет? По мне, нет, ничем не отличается. Все эти заявления по поводу Нового Казахстана, что уже является мемом, они это, знаете, такая это такая циничная мимикрия под демократию. Тукаев пытается точно точно так же, как и Назарбаев сохранить власть только в своих руках. Что там происходит? Передел собственности. Я понимаю, все это очень, конечно же, важно для нашей страны. Но то, что я вижу, я вижу, что ничего не меняется. Что старый Казахстан, что новый Казахстан? Вот если бы Тукаев посадил Назарбаева и членов его семьи, и если бы прошли открытые расследования и открытые суды, может быть, я бы поверила в новый Казахстан. Но я этого ничего не вижу. И никто этого не видит. То есть просто слова, но мы же взрослые люди. Для меня они ничего не значат, если они не подтверждены никакими действиями. Они не подтверждены. Вот год вы занимаетесь Кантаром. Вот сейчас в это время вы больше понимаете о том, что это было, чем год назад. что вы сейчас понимаете про это? Я понимаю, что тех людей, которые вышли тогда на митинги их использовали. Но это, думаю, я все понимают. я понимаю, что к организации подавления имели отношение спецслужбы России. я не могу привести доказательств. Ну, вот на бумаге у меня ничего нет. У меня есть только мои эфиры с тем же Осечкиным. Конечно же, все это надо перепроверять, но судя по тому, что произошло потом в Украине, это практически идентичная ситуация. в смысле пыдок, в смысле этих самолетов, которые находились в аэропорту и которые в большом достаточном количестве прилетели и были организованы не за двое суток. Об этом мне говорили военные эксперты. Такую операцию организовать за двое суток невозможно. Все это было готово заранее. И я согласна с теми, кто говорит, что подавление январских протестов это была репетиция войны в Украине. Вспомните, что сделали российские войска в первую очередь. Они собирались захватить в Гастомеле аэропорт. И точно так же у нас начали с аэропорта. события очень схожи. Те пытки, о которых мы узнаем, те страшнейшие преступления, которые совершают российские солдаты в Украине, как-то они все очень напоминают те, которые происходят в наших СИЗО. Поэтому я практически уверен в том, что убить и запытать наших людей было выгодно и там, в Москве. Ну, делали-то это все наши люди. Да. Именно поэтому я говорю об оккупации. Делали это наши люди. И согласие на это давали наши люди. И Тукаев не мог этого не знать. Он лгал об отрезанных головах, если вы помните, на достаточно высоком уровне. И сейчас, когда пытаются его обелить и сказать, что была сложная ситуация, непонятно было, кто прилетел и были ли эти 20 тысяч террористов. Извините, погибло 263 человека. По данным правозащитников, 263 человека лишились жизни в мирное время. 7000 человек было запытано. Сколько инвалидами стали, я не знаю. Но с теми, с кем я общаюсь, они до сих пор находятся в достаточно непростом психологическом состоянии. Поломана не только их жизнь, но и жизнь их семей. и за это надо отвечать. И уже не важно. Но мне вот, например, не важно кто. Вернее, нет, мне важно, чтобы за это ответили люди от самого низкого звания до самого высокого. Потому что те, кто принимал участие в убийстве и в пытках людей, те, кто отдавал приказы, те, кто знал об этом, все эти люди виновны. И если мы сейчас это все оставим безнаказанным, ну все, мы уже тогда не существуем. Тогда уже с нами можно делать все, что угодно. Позиция бескомпромиссности для независимого журналиста естественно, да, но в какой-то мере это часть профессии. Отказ от компромиссов, поиски истины, расследования. Вот, а вы сейчас идете в мажорист парламента, вы идете на выборы, да, и в то же время у вас абсолютно бескомпромиссная антипрезидентская даже, можно сказать, позиция. То есть при этом политика это все-таки искусство компромиссов. Вот вы не чувствуете уязвимости тем, что вы из поля независимого журналиста пытаетесь перейти в поле политика? Конечно, я чувствую. Я еще раз повторюсь, это совершенно новая для меня территория. Но я ступаю туда сознательно, потому что я уже в рамках журналистской деятельности, мне кажется, я все, что могла сделать, я, наверное, сделала. И практически ничего не изменилось. Когда вы говорите, я сделала, вы имеете в виду результаты, вот практические результаты? Я имею в виду, что тема Хантара не забыта. Я о ней говорю постоянно. Я на многие вещи, которые происходят сейчас в нашей стране, я смотрю через призму Хантара. И я постоянно о ней напоминаю остальным. Вам когда-нибудь кто-нибудь за этот год сказал прямо или косвенно «Не занимайтесь Хантаром» или то, что вы делаете неправильно, или то, что вы говорите неправда? То есть было ли с чьей-нибудь стороны формально или неформально такого рода обращение, обосказывание и так далее? Я не помню, чтобы мне кто-то говорил, но может быть я не помню по той причине, что для меня это не важно, кто что говорит. то есть я весь этот год я считаю, что это просто необходимо для нас. То есть мы ещё не отрефлексировали, мы ещё не разобрались, мы по-прежнему по-разному смотрим на эту трагедию, но она произошла, и я считаю, что мы не можем позволить себе о ней не то, чтобы забыть, а даже отложить, потому что речь идёт о нашем праве на жизнь. И если вам кажется, что оно у вас есть, то на самом деле, но это моя реальность, может быть, я понимаю, она отличается от реальности многих других людей, но только по одной причине, что я эту проблему вижу, а они пытаются от неё отвернуться. Мне вообще кажется странным, что человек остаётся равнодушным к убийствам и пыткам людей. Мне кажется, что у этого человека что-то не в порядке с его психическим здоровьем. А такие люди не только среди нас. Такие люди управляют нашей страной. Те ли люди находятся у власти? Интересная получается картина. Вы, в принципе, мне об этом говорили, да? То есть получается, что нет никакой официальной, полуофициальной, неофициальной реакции на ваше расследование. Никто вам ни разу не сказал, ты не права, да? Или вы не правы, там, на государственном уровне, да? Или сказал, а вот то, что вы транслируете, это не соответствует действительности. Давайте мы с вами разберёмся в судебном порядке или хотя бы на уровне дискуссии какой-то. то есть вот если об этом говорить, то есть этого же не было? Если вы имеете в виду и если я вас правильно поняла, лично мне никто не говорил. Публично вам обращались? Лично ко мне публично никто не обращался. Но судя по выступлениям, по съёмкам фильма, из-за которого перекрывали полгорода, по книге Млечина, по открытию памятника мемориала, да, по угрозам, которые не раз озвучивал Тукаев, настаивая на том, что в январе на улице вышли мародёры, бандиты и убийцы. Я понимаю в продолжение предыдущего вопроса, я понимаю, что были внедрены провокаторы, и это не первый случай, когда их используют для того, чтобы дискредитировать эти протесты, для того, чтобы очень многие люди сейчас думали о том, что это были не мирные люди. Когда они говорят о том, что надо было сидеть дома, был объявлен комендантский час, ничто не является причиной и объяснением их убийства. Это были мирные, совершенно мирные люди. И, как вы помните, мы говорим о семерых несовершеннолетних детях. И мы говорим еще о том, что этот приказ стрелять на поражение без предупреждения был отдан именно после того, как Тукаев объявил о нападении 20 тысяч террористов. что-то генеральный прокурор промямлил по этому поводу, выступая в Можлисе. Что-то невнятное. Так не пойдет. Погибло почти 300 человек. И то мы не знаем еще всех. Мне звонят люди спустя уже больше года и рассказывают об этих событиях. весь этот год они молчали, потому что они боялись говорить. И естественно, в первую очередь я их прошу выйти в эфир. Они по-прежнему боятся. Но может быть потом я сниму их, изменив голос и как-то заблюрив их внешность. Но я говорила уже об этом. Даже если я останусь одна, я буду продолжать добиваться этого расследования международного и буду продолжать встречаться с этими людьми и узнавать новые подробности. Слава Богу, я не одна такая. На самом деле, я сейчас, может быть, вашим зрителям может показаться, что я сижу вот такая вот вся из себя героиня. Нет, конечно. Таких людей я знаю несколько человек. И Данияр Молдобеков пишет книгу. И Луквана Ахмедьяров тоже он встретился с участниками этих протестов и с пострадавшими. И я с нетерпением жду, когда и книга, и этот фильм выйдут. Потому что это будут очень важные свидетельства. Получается очень интересная картинка. А с одной стороны есть информация, которую даете вы и еще как вы сказали несколько человек. И этой информации никто официально не противодействует, никто с ней не спорит. Но параллельно идет другая информация, которая по-другому это все показывает, по-другому это рассказывает, по-другому говорит. и вроде как два в одном и том же обществе, в одном и том же государстве, в одном и том же Казахстане, как будто у нас существуют две параллельные реальности, которые не пересекаются. Вот здесь рассказывают о том, как были люди убиты, как были люди запытаны, о том, сколько пострадало. А вот здесь рассказывают о том, как вышли какие-то не вполне адекватные, начиная с 86-го года, немножко риторика поменялась, но тем не менее ярлыки как были, так и остались. И вот здесь рассказывается одна история, а вот здесь другая. Но при этом это какие-то две непересекающиеся истории в одном времени, в одном государстве, в одном обществе. То есть а что на самом то есть я хочу сказать, как человеку разобраться, где надо. А человек разберется просто потому, насколько он способен к анализу. А почему с вами-то никто не... Если с вами не согласны, если вы говорите неправду, Динара, если вы занимаетесь подтасовкой, например, почему с вами никто не спорит, почему на вас не подают в суд, почему за всё время, когда вы этим занимаетесь, да, никто не вышел и не сказал, да, эти люди всё врут, разберитесь с ними. То есть получается, а вас предпочитают с вашей информацией не дрогать, да, то есть, а вот говорят и пусть говорят. Они своё будут говорить, а мы будем говорить своё. это что за шизофрения в одном и том же сознании? Да, вы сами поставили этот диагноз, потому что, ну, я думаю, что те нападения, которые происходят, это ответ, это диалог с вами, и те преследования, и угрозы, да, это вот форма диалога, по-другому они, видимо, не умеют, потому что за время, за долгое время была создана репрессивная машина, и всё, что сейчас происходит там, это действия, начатые давно, это машина, которая по-другому она уже работать не может и не хочет, и свидетельств тому масса, и то, что существует какая-то официальная версия, она, но для меня это просто пропаганда, и что бы сделала я, я бы вышла в прямой эфир с журналистами, пусть нас бы всех перемешали, да, с журналистами из государственных СМИ, с независимыми журналистами, но я бы устроила встречу и ответила бы на вопросы, например, хотя первое, что нужно было сделать Тукаеву, и я не единственная, кто об этом говорит, ему нужно было покаяться, очень хорошо сказалось я, мои кожаны, нужно было выйти и сказать, да, я совершил ошибку, и я прошу прощения за это, я уверена, его простили бы люди, даже те, которые потеряли родных, но он этого не сделал, у него было очень много времени, он этого не сделал, все, чем он занимался, это послание, референдум и, наконец, досрочные выборы, тогда мы весной еще говорили о том, что почему нас не трогают, мне, например, было удивительно, единственный ответ, который могла я себе дать, просто не до нас, сейчас там занимаются другими делами, и как только были объявлены выборы, досрочные президентские, то есть человек уже полностью был уверен в том, что теперь он президент, теперь он уже делает все, что он захочет. у вас есть ощущение надежды или еще что-то, что вот эта вот ситуация, когда они попытаются сейчас, пытаются сейчас выпустить парк с помощью выборов в Маслехад, Можелис, с помощью какой-то внешней демократизации, вот, что она может выйти из-под контроля, как это случилось с перестройкой в Советском Союзе, и что это может привести к реальным изменениям, помимо воли власти. послушайте, ничего не изменилось. Я не говорю, что изменилось. Есть ли надежда, что пытаясь реформировать машину на ходу, они ее развалят, и нужно будет все-таки заниматься реальной демократией? Они не будут заниматься реальной демократией. Они-то нет. У нас есть шанс? Да, шанс всегда есть. просто надо его использовать. Я думаю, что если говорить о парламентских выборах, то конечно очень хотелось бы, чтобы наше общество на них отреагировало. Таким образом голосом пойти на выборы. Видите ли, мы же в неравных условиях конкурируем, у аккорды огромный административный ресурс. И они прекрасно понимают, что за месяц кандидатам не удастся собрать большое количество своих избирателей и привезти на участке. именно поэтому у нас там вагоны маленькая тележка. Это же не случайные цифры. То есть до объявления кандидатов, прошедших регистрацию, по 49, по-моему, в Алма-Ате было человек в двух округах, и вот в моем пятом 45. Это же не потому, что все вдруг поверили в демократию и решили стать депутатами. Нет. Большинство из этих людей, они, как мы часто говорим, получили задания. Их туда пригнали. Солдаты власть. Да. Для того, чтобы размыть голоса. И Аккорда прекрасно это понимает. У меня нет таких ресурсов, как у Аккорды. Я делаю всё, что я могу делать, вот имея вот, ну, Господи, только соцсети. Что у меня ещё есть? Ни денег, ни возможности достучаться до большего количества людей. Ни времени самое главное. Но я очень надеюсь, что понимаете, я, в отличие от наших властей, свои версии произошедшего не придумываю. Всё, о чём я начала говорить в начале прошлого года, я продолжаю говорить об этом до сих пор. И я буду продолжать об этом говорить, несмотря на то, что пройду я в парламент или нет. Тема Хантара, тема сокращения президентских полномочий, тема независимости судов, свободы, она у меня остается. Я себе не изменяю. поэтому я очень надеюсь, что те, кто в меня верит, они это знают и помнят. Те, кто во мне сомневается, послушайте меня год назад. Посмотрите мои соцсети, мои страницы, почитайте меня. Я ни разу не отошла ни влево, ни вправо. Я для себя определила этот путь и по нему иду. Единственное, что на этом пути происходит, это только мои потери. Но это мой выбор, и только я несу за него ответственность. Всё, что мне нужно сейчас, это поддержка. И это самая главная причина, по которой я решила идти дальше. я имею ввиду мажориз. То доверие, которое оказывают мне люди, я не знаю, это что-то, знаете, это что-то удивительное. Мне иногда страшно становится от того, что люди так верят. И я получаю огромное количество сообщений, комментариев. Именно с такими словами, что иногда мне кажется, что пишут не про меня. почему люди увидели во мне такого человека, которому можно поверить? Я не знаю. Наверное, это вот результат моей работы и того, что я говорила. Я прекрасно понимаю, что люди не могут выражать свою позицию открыто. Я это прекрасно понимаю, по многим причинам. и я ни в коей степени их не осуждаю. Когда я только начинала, я думала, что в общем-то у меня я думала, что на моем месте любой бы человек так поступил. Но со временем я поняла, что нет. В общем-то то, что я делаю, это достаточно смело, опасно. люди, которые вдруг увидели во мне эту надежду, я просто не могу их подвести. Если где-то что-то как-то я сделаю не так, во-первых, я умру со стыда, во-вторых, я понимаю, как я разочарую этих людей, и мне тоже от этого страшно, потому что это огромная ответственность. Но живя по принципу хотя бы попытаться, я поэтому соглашаюсь на все то, что мне сопутствуют в этом пути не самые приятные может быть вещи, но тем не менее именно поддержка, именно доверие. Речь идет о человеческом достоинстве, о котором почему-то наши власти забывают. Нам очень часто демонстрируют, за кого нас держат. даже вот эта история с этими заказчиками, координаторами, исполнителями. Эти версии настолько абсурдны и настолько смешны, но предлагая их нам, я в этом вижу их отношения. мы вот вам сейчас здесь придумали вот эту сказку и вы ее съедите. Почему? Потому что, наверное, они думают, что мы очень примитивные, мы, я имею в виду мы, народ, общество. нет, нет, я не съем. Еще для меня важно, важно вот удержать то пространство свободы, которое для нас отвоевали кантаровцы. И если кто-то думает, что в нашей стране существует свобода слова, потому что ее нам дали и позволили, то это не так. Свобода слова существует в нашей стране благодаря смелости тех людей, которые не боятся говорить правду. Мне кажется, это важно понимать людям, которые сейчас наблюдают говорит ... деда... на ? ? ? ? ? ? . ? ?